Потому что пивание вообще само по себе, оно, конечно, в храме совершается, но начало всегда было в доме, поскольку, как вообще христиане в России были, да, это там деревня, храм и кладбище. Поэтому, когда усопший человек отходил ко Господу, он был в доме, да, в доме читали Псалтырь и Панихиды, потом приходил батюшка, начинал служить вот эту литию, тот самый. А потом, что брали в гробик и вот с крестным ходом, святые Божьи, святые крепкие, шли уже в храм. В храме отпевали, а что, не все. Потом уже с настоящим крестным ходом, то есть брали хорубь, крест, с настоящим крестным ходом, как положено, шли уже на кладбище. Вот туда они что-то ходили, и там уже прощались, и опять еще раз при мне вот это литье служили. Потом священник запечатал, вот так вот, было такое запечатано, то есть он брал лопату и первый на гроб кидал на крышку землю. Ну, потом народ уже бросал, все это. Это было очень важно, ну, во всяких местностях были разные традиции. Кто там соломку кидал, пока до кладбища шли, там, кто еще что-то делал. Но в любом случае, надо, конечно, приносить кутье, потому что кутье имеет догматическое значение. Когда мы вкушаем зерна с медом и молимся за усопшего, то мы ему желаем Царство Небесное, то есть воскресенье. Зерно – это воскресенье, а мед – это блаженство в будущей жизни. Поэтому мы усиленно просим, чтобы Господь их простил грехи, вольные и невольные. Собственно, в этом цель. Почему нам надо жить, стараться безгрешно? Чтобы не потерять благодать. Благодать сопровождает душу и после смерти. Вот Федор Студит у нас хорошая фреска. Федор Студит у него такую благодать, что к его душе бесы не могли подойти. А вот отошли ангелы, взяли вот так, и на небо помыслили. Поэтому наша задача, конечно, в этом смысле была не оскорблять духа святого, говорить зато, что упает, вот, своими грехами. Ну и, конечно, быть внимательными в храме, чтобы не разговаривать, не терять благоговение. Потому что тут все находящиеся, мы часто в храме бываем. Для нас самое опасное, что привыкнуть, вообще очень опасно привыкнуть к христианству, опасно привыкнуть к чтению Писания, к молитве, вообще к таинству. Вообще опасно привыкнуть к этому постоянному общению с Богом. Оно все равно происходит. Поэтому будем стараться быть внимательными, братья и сестры, и стараться сохранять благодать святого духа. Особенно вот в эти предпраздничные дни. Потому что вот этот пост рождественский, он сложен тем, что действительно, во-первых, он не так строг, как великий пост. Люди так не настраиваются на этот пост. Хотя людей умирает не меньше. Всеми постами Господь призывает совершенно немало людей. Но это надо больше, конечно, беспокоиться пожилым людям, таким, в нашем возрасте. Постами происходит призвание. Поэтому будем смотреть, как опасно ходить. Я говорю, апостол Павел, тем более с этим, с нашей сетью. Нажимаешь чуть не то, и вообще не то смотрит. Будем понимать.